Вот это пресс! Разве это пресс? Вот это пресс! Делай ставки и побеждай! Покажи настоящий пресс! Эффект 1x5. Зашёл, поставил, победил! Сезон только начался, а у банды Зинедина Зидана уже два трофея. В этом видео канал Гол24 расскажет, за счёт чего Мадридский Реал добился такой сумасшедшей и безоговорочной степени доминирования над остальными клубами. Итак, поехали! Мастерство Зидана После легендарного удара головой в грудь Марка Матерраце Зинедин Зидан на несколько лет вообще ушёл из футбола. В конце нулевых он говорил, что совсем не хочет быть тренером, но жизнь рассудила иначе. Француз выучился и на коуча, и на спортивного менеджера. У него были лучшие преподаватели. От Джозе Мауриньо до Карла Анчелотти. И у каждого специалиста Зидан подсматривал полезные фишки, чтобы потом внедрить их в свою собственную систему. Кроме того, с годами Зизу обрёл феноменальное хладнокровие. Теперь он вообще не выходит из себя, в отличие от той эпохи, когда сам был игроком и регулярно зарабатывал удаление. Сейчас, во второй половине 2017 года, уже глупо отрицать одну простую вещь. Зинедин Зидан — мудрый тактик, прекрасный стратег и талантливый мотиватор. Игроки Реала признаются, что в раздевалке француз редко что-то выкрикивает. Наоборот, он совсем немногословен. Обычно Зизу произносит пару воодушевляющих фраз, и вдохновлённая команда идёт рвать оппонента. Важно, что Зидан не участвует в открытых конфликтах. Он слегка поссорился с Хамесом, но в той ситуации виновен был сам игрок, который считал, что Зинедин обязан ставить его в ста. Ни с кем, кроме колумбийца, проблем не было. Даже Криштиану, известный своей требовательностью к тренерам, стабильно респектует французов. По сути, Зидан и Роналду заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь Зизу постоянно называет Криша лучшим в мире, а португалец не возмущается, когда коуч периодически оставляет его на лавке, чтобы поберечь перед важными встречами. Ротация Зинедина тоже имеет ключевое значение. Он виртуально разделил состав на две части, но никому не дал почувствовать себя ненужным или бесполезным. В конце сезона 2016-17 практика доставалась всем игрокам из обоймы. Каждый футболист понимал, что если будет выкладываться на тренировках, то обязательно выйдет на поле и получит шанс. Сейчас все то же самое. Все мадридисты ощущают, что нужны и Зидану, и Реалу. С таким настроением готовиться к матчам гораздо приятнее. Раньше президент Реала вел себя чересчур эмоционально, а порой и откровенно неадекватно. Флорентина мгновенно увольнял тренеров, тратил адские деньги на приглянувшихся суперзвезд и слишком часто пользовался покорностью Совета директоров, который поддерживал все импульсивные решения Переса. Как ни странно, с приходом Зидана эра безумия закончилась. То ли президент сам осознал свои ошибки, то ли Зенедин доходчиво объяснил Пересу, где тот не прав, но вот уже три трансферных лета подряд Реал не покупает игроков дороже 50 миллионов евро. Единственная неприятная ситуация с участием Флорентина произошла в начале 2017 года, когда мадридский босс вздумал найти замену голкиперу Кейлору Навесу. Информация о поисках проникла в прессу, и костариканский вратарь слегка занервничал под давлением. Правда, затем Кейлор взял себя в руки и настолько блистательно завершил сезон, что разговоры о приобретении Донорумы, Дехея или Куртуа угасли сами собой. Величие Криштиану Роналду Гениальному португальцу уже 32 года, и он сам понимает, что стареет. Задача Криша — использовать оставшиеся ресурсы по максимуму. Поэтому Реал предложил Роналду эксклюзивные условия. Например, он готовился к сезону самостоятельно, с личными тренерами, которые знают, какую нагрузку нужно дать Криштиану, чтобы тот быстро вышел на пик формы и сразу же начал забивать. Роналду полностью заслуживает такого отношения. В прошлом сезоне он похоронил Баварию, Атлетико и Ювентус, причем в этих матчах Криш был едва ли не самым свежим игроком на поле. Новый сезон начался для португальца аналогично. Уже во втором матче он вонзил шикарный гол Барселоне почти сразу после выхода на замену. К сожалению, длительная дисквалификация Роналду, которую он получил за толчок арбитра в Эль Классика, внесет свои коррективы в статистику форварда. После пропуска пяти матчей ему придется начинать все с нуля и гнаться за конкурентами в гонке бомбардиров. Впрочем, очевидно, что Криштиану не сдастся и будет вкалывать изо всех сил, чтобы еще раз показать, кто лучший игрок планеты. Бразильский латераль – теневой лидер Мадрида. Марселло редко попадает на обложки журналов, зато из матча в матч проделывает бешеный объем работы. Во-первых, левый защитник Реала надежен в обороне. В среднем за игру у него набирается по полтора отбора и перехвата. С одной стороны, не так много. С другой – очень прилично, потому что Марселло чаще всего играет на опережение и вообще не вступает в единоборство. Во-вторых, бразилец чрезвычайно продуктивен в нападении. Он ходит туда при каждом удобном случае и за сезон 2016-17 накопил 10 голевых передач только в Ла Лиге. Еще два – в Лиге чемпионов. Но главный козырь Марселло – стабильность. Если 29-летний латераль полностью здоров, то на левом фланге Реала неминуемо будет горячо. Этот парень вообще не устает. Кажется, он способен бегать от штрафной до штрафной хоть три матча подряд. Для кого-то это прозвучит кощунственно, но к сегодняшнему дню Марселло уже превзошел Роберто Карлоса в роли крайнего защитника Мадрида. Причем как по титулам, так и по личному вкладу в победы клуба. Свежая кровь в атаке. Магия нынешнего Реала в том, что в составе Бланкос готовы забивать абсолютно все. От Рамоса, который всегда приходит на стандарты, до Казимира, который любит караулить отскоки и лупить издали по углам. Тренерам мадридских соперников не позавидуешь, потому что антидота против нападения Реала не существует. Есть лишь вопросы без ответа. Как прерывать разрезающие передачи иска? Как сдержать скоростного Лукаса Васкеса? Как понять, где будет открываться бензима? Как расположиться во время угловых, которые роскошно подает кросс? Даже если разобраться с этими дилеммами, всплывут другие. Типичный пример – Марка Асенсио. Летом 2016 года Зидан настоял на возвращении талантливого полузащитника, а потом начал аккуратно подводить его к основе. Теперь Марка считается одной из ярчайших молодых звезд Европы. Он забивал в дебютных матчах во всех серьезных турнирах. Ла Лиги, Кубки Испании, Лиги Чемпионов, Суперкубки Европы и Суперкубки Испании. Такой фантастической статистики нет больше ни у кого. Но, учитывая, что парню всего 21 год, нетрудно предсказать, что уже скоро мы будем говорить о нем как о человеке, определяющем игру Мадридского Реала и сборной страны. Пока что в активе Асенсио лишь три матча за национальную команду Испании, но очевидно, что скоро их станет больше. С прошлым видео мы попросили вас угадать игрока по таким параметрам. Он испанец, он чемпион мира и Европы, он перешел в топ-клуб летом 2017 года, в сезоне 2016-17 он принес своей предыдущей команде 13 очков. Этот игрок Фернандо Льяренте. В августе он перебрался из Уонси в Тоттенхэм, чтобы исполнять роль габаритного форварда. А теперь следующий вопрос. В истории Реала было четыре немца, которые провели за Королевский клуб больше 150 матчей. Первый – Хидира, второй – Азил, третий – Кросс, а кто четвертый? Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео.